Мы стали анализировать цифры за 4 года, я могу говорить за 4 года, потому что я работаю в этой должности 3,5 года, и видим, что по очень многим показателям, практически по всем, тем не менее, ситуация исправляется. В некоторых направлениях мы достигли коренного перелома негативных тенденций, в частности, если, например, говорить о лишении родительских прав. Несмотря на скепсис, которую часто мы слышим, и которая звучит иногда со стороны оппонентов той работы, которую проводит общество и государство, цифры говорят сами за себя. Многие люди даже просто не знают о тех мерах, о той поддержке, которая им полагается, полагается просто из-за того, что они многодетная семья или воспитывают ребенка-инвалида. Вы знаете, в последнее время несколько было даже указов президента по этой тематике. У нас отдельная тема диалога будет, я думаю, в следующем году весной по обеспечению жильем детей-сирот. Вот, тема крайне болезненная, тема крайне спекулятивная. Министерство образования, как ответственное ведомство за то, чтобы этот вопрос решался, знает. Сегодня около 96 тысяч, по-моему, в очереди стоит у нас. Уже 102, видите как? Да, а с одной стороны цифра, конечно, колоссальна, а с другой стороны, если мы смотрим за 4 года последние, что делается, и когда я вижу, что, не буду называть область, в 8-9 год давали 30 квартир, 40 квартир в лучшем случае, а сейчас дают в 11-м году 350 квартир, в 12-м году 450 квартир, и на 13-й год и 14-й запланировано по 900 квартир. Вот в Краснодаре сейчас полторы тысячи квартир дает сразу Ткачев. Ну, есть чем сравнить, правда, 30 квартир или полторы тысячи квартир. Поэтому нелепо и глупо отрицать, что работа ведется. Очевидно, что за последние 6 лет, анализируемые с 2008 года по 2012 год, это, наверное, 5 лет все-таки, да, на 40% сократилось число выявленных за год детей-сирот и те, оставшие без печени родителей. То есть, если в 8-м году было 124,4 тысячи, почти 125 тысяч, то уже в 12-м году их было 74 тысячи и 70-х. То есть, разница очевидна на 40%. Мы говорим часто, вы слышите, о том, что необходимо сокращать число детских учреждений для детей-сирот, то есть интернатных учреждений. Как бы даже без призыва к государству и к обществу заниматься семейным устройством и сокращать число этих учреждений, оно объективно сокращалось. И у нас за этот же период времени, с 2008 года, с 1770 детских домов сократилось число их до 1344. Мы еще не говорим о 13-м году. В 13-м году, я вас уверяю, еще меньше их осталось. Потому что только за летом мы с губернатором в Московской области 4 детских дома закрыли в Московской области. У нас в Краснодаре 20 детских домов закрылись. У нас отказываются от детей с синдромом Дауна исключительно по невежеству глубочайшему. По невежеству или силу каких-то совершенно неправильных мыслей и отношения к таким детям. Это дети, солнечные дети, их правильно так называют, которые всегда будут с вами. Ну, так случилось, вот так. Но, тем не менее, это ваш ребенок. Почему же надо его бросить, оставить в доме ребенка или в детском доме-интернате? Вот задача, мне кажется, такая была бы амбициозная. Добиться того, чтобы хотя бы от детей Дауна в следующем году не отказывались. От детей с синдромом Дауна. Не отказывались. Просто надо вести разъяснительную работу. Рассказывать. Про них фильмы снимают. Отношение совершенно другое в обществе должно быть к этим детям и к этим родителям. Потом дальше будем о других заболеваниях говорить. Каждой матери нужно представлять куратора, чтобы она понимала, что она не будет одна с этими синдромами и заболеваниями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok